Сегодня мы находимся в УАТИ ЦАО, которая территориально расположена в поселке Коммунарка, за МКАДом. Здесь будет рассматриваться протокол административного правонарушения, который считает полиция, допустили депутаты муниципальные активисты и депутаты Мосгордумы, присутствующие здесь, допустили 9 мая, когда вышли, соблюдая социальное расстояние, со знамением Победы, 9 мая пройти до могилы неизвестных солдат в Александровском саду от Пушкинской площади. Все у нас были удостоверения, были цифровые пропуска. Мы, как я уже сказал, находились на безопасном расстоянии друг от друга, но, тем не менее, большое количество полицейских в Росгвардии приехали и последовательно затащили в тазаке депутатов Мосгордумы Зубрилина, Тарасова, Шереметьева и Максимова, и муниципальных депутатов Николая Степанова, Сергея Цукасова, меня, и помощников депутатов, даже журналистов, которые присутствовали. В общем, какая-то получилась показательная карательная акция. Сегодня ее продолжение в виде рассмотрения наших протоколов в объединении административных технических инспекций, ЦАО, Центрального административного округа. Мы, естественно, не считаем себя виновными, поскольку у нас, как я уже сказал, были оформлены цифровые пропуска. Пока я, например, приехал на личном автомобиле, поставил его и стоял нескольких десятков метров от него, у меня при себе было депутатское удостоверение, я имел право передвигаться по городу, имел право выездить на Пушкинскую площадь, непонятно на каком основании, сотрудник полиции оформил протокол по статье 3.18.1, это недавняя новация, недавно приняли депутаты Мосгордумы эту статью за нарушение режима повышенной готовности. Соответственно, мы не считаем себя виновными, как я уже сказал, и будем сегодня, а если сегодня нас обвинят, что вполне вероятно, будем в дальнейшем защищать наши права в судебном порядке. Тех, кто не узнал, это в маске Сергея. Если у нас начинают на праздник запраздновать 9 мая, то нужно менять название государства тогда. Ехали молча и как не для первых. Как не для первых, ехали молча. Не противоречили? Вот странная такая ситуация. Да, даже не подпели. Не стали с нами праздновать. Праздновать, нужно видеть, как максимальный пламент. Это будет по странам, где мы занимаемся в новостей, и это будет соблюдаться в новостоке, в новостоке, в новостоке. Потом доверие. Клавный спектр РАТИ, в рамках, что занимали. Вот, покажи. Есть вот так вот. Угу. Паспорт. Я вообще не имел за свою жизнь ни одного привода ни в милицию, ни в полицию. Вот впервые за празднование 9 мая применяются какие-то административные меры. Ну, конечно, человек сидит один в окошке, вот, и он будет наказывать, да. Я считаю, что это странно. Даже в царское время военно-полевые суды составили из трех человек, а сегодня один человек будет выносить какое-то решение. Ну, посмотрим, какое решение. Вообще, я считаю, что по закону наказание не должно быть. Должно быть отказано. Вот, сотрудникам полиции, которые ходатайствуют на нашем наказании, должно быть им отказано. Нарушение было незаконно, никаких оснований для нашего задержания абсолютно не имелось. Соблюдались санитарные нормы. И если даже, например, допустим, что были какие-то нарушения, тогда мы переходим к следующему этапу. Указ мэра, он вообще юридически несостоятельный. Чтобы задерживать человека простого на улице, нужно вводить чрезвычайное положение или чрезвычайную ситуацию за личной подписью президента страны. Этого не было. А указ мэра, он является незаконным. Это, так скажем, норма, она рекомендательная. Она взывает к сознательности граждан. А если граждане все-таки выходят на улицу, тогда у полиции есть право рекомендовать, разъяснять, убеждать, вот, инструктировать, но ни в коем случае не применять репрессивные методы. Режим самоограничения основывается на самосознании граждан. Но если гражданину по каким-то нужным нужно выйти на улицу, он под свою личную ответственность может выйти и сделать необходимые какие-то поездки или походы в магазин, в аптеку, прогулку с детьми. И странная ситуация. С собаками гулять можно, а с детьми гулять нельзя. С детьми нельзя гулять, а с собаками можно гулять. Вот странное решение московских чиновников. Меня зовут Гераченко Николай Борисович, я руководитель юридической службы Московского городского комитета КПРФ. Значит, находимся мы в ООТ, сейчас по ЦАО, который находится каким-то образом в коммунарке. Находимся мы здесь, потому что 9 мая депутаты Мосгордумы, депутаты Госдумы, вышли со своими помощниками также на Пушкинскую площадь просто отдать дань памяти. Дать памяти тем героям, которые защищали нашу страну в период Великой Отечественной войны. Не нарушая никакие санитарно-эпидемиологические нормы, имея на себе средства индивидуальной защиты, маску, перчатки, соблюдая социальную дистанцию, без всяких флагов, без политических атрибутов, держа в руках лишь столько Знамя Победы, которое официально закреплено на федеральном уровне и не запрещено, и не является политическим атрибутом. Эти Знамя Победы висят на домах, они находятся в квартирах, и никто их не запрещает. Но, однако, сотрудники правоохранительных органов и по указке правительства Москвы, я думаю, что это на самого верха было, решили, что данное мероприятие, даже не могу назвать это акцией, это было просто собрание, собрание единомышленников, гражданская инициатива, просто с целью того, чтобы просто отдать дань памяти. Ну, я, как вижу, сотрудники полиции удостоверили, что вы имеете полное право здесь находиться, поэтому, я думаю, что вопрос никаких нет. Да нет, у нас мы просто приехали, что... А мы у них хотим спросить, а кто этот человек, который обманул вас? 112 карточка, то есть это нам не напрямую же кто-то звонит. А, вот так вот, то есть вас обманули, вы не знаете кто? У нас не обманули, почему вы не обманули? Ну как не обманули? Мы здесь находимся, это ложный вызов, да, наказывается законом.